Государство усиливает контроль за блогерами и продолжает борьбу с анонимностью в интернете. Авторы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков теперь обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора. Закон вступил в силу с ноября этого года. Если они этого не сделают, то такие блогеры не могут, во-первых, размещать у себя регламу, во-вторых, они не могут принимать донаты. А с 1 января всех блогеров, которые не зарегистрировались, социальная сеть обязана будет заблокировать. Поэтому через госуслуги, через сайт Роскомнадзора нужно будет подать соответствующие сведения в реестр. Там указываются, понятно, фамилиями и отчества, различные паспортные данные. Блогер должен будет получить специальную ссылочку и эту ссылочку разместить у себя на странице, чтобы любой желающий мог убедиться в том, что он соблюдает законодательство Российской Федерации. С 1 ноября банки больше не смогут брать комиссию за ряд платежей, проведенных через СБП в адрес государства. Мы знаем все, что много переводов у нас в адрес, например, школ, садиков, каких-то госучреждений. Вот с 1 ноября, если такой перевод делается через систему быстрых платежей, то банки не могут брать комиссию. Последний осенний месяц этого года принес изменения и в сферу торговли. Вводится запрет на продажу некоторых товаров без маркировки «Честный знак». Ряд товаров подпадают под этот запрет. Это у нас и обувь, и фотоаппараты, и духи, пиво и пивные напитки в отдельной потребительской упаковке и многие другие. Кроме того, если при продаже на кассе будет установлено, что маркировка отсутствует, то такой товар магазину нельзя будет продавать. С точки зрения законодателя предполагается, что маркировка «Честный знак» означает, что данный товар легально произведен в Российской Федерации, как бы он имеет все необходимые сертификаты и так далее по закону. Целый ряд новых правил затрагивает пожарную безопасность, в частности, определение эвакуационных выходов в зданиях. Те здания, помещения, которые будут строиться после 1 ноября 2024 года, теперь должны отвечать новым правилам. Так, например, если количество посетителей здания предполагается от 501 до 1000 человека, теперь должно быть 3 эвакуационных выхода. Если более 1000 одного человека, то 4 эвакуационных выхода. Отдельные технические правила разработали для выходов с турникетами в новых зданиях. Уже построенные помещения продолжат функционировать в прежнем режиме. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.